Генеральный секретарь ООН настроен оптимистично после ратификации Парижского соглашения по климату между Китаем и США. Главы двух государств передали документ о ратификации Пангимону в субботу в китайском городе Ханчжоу. Здесь проходит 11-й саммит Большой двадцатки. Экологи не скрывают радости. На Китай и США приходится 40% мировых выбросов парниковых газов. «Я верю, что Парижское соглашение в конечном счёте станет поворотным моментом для нашей планеты. Уверен, что история оценит наши усилия как кардинально важные. Две ведущие экономики мира, на долю которых приходится больше всех выбросов, ратифицировали соглашение. Это должно убедить другие государства в том, что нас ждёт будущее без углеводородов». В свою очередь, председатель Китая Синьцзиньпин заявил, что от успеха в борьбе с изменениями климата зависит будущее его народа и благосостояние всего человечества. Соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже. 195 участников форума договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию. Договор должен прийти на смену Киотскому протоколу после 2020 года. Условием для его вступления в силу является ратификация документа другими странами.